Придет Российская Федерация с оружием в Казахстан. Забирать, например, север Казахстана и так далее. Что вы будете делать в этом случае? Я буду за Россию. Будете за Россию. А почему? Потому что я русский. Я вот эти долгые поставки с казахами. Можете громче. Что казахи? Казахи не смахали. Вы не остались. Вы ненавидите казахов? Ну да, я не нас ненавижу. Ненавижу, говорит казахов. Будет война, будет биться против нас. В спину нам будет бить. О как! Да не только это. Вы сейчас дальше услышите его речь знаменитую. И казахского государства никогда не существовало. И истории у нас нет. И язык у нас. Надеюсь, вы понимаете. Ну, вы услышите все. В общем, полная шевинизма речь. Настоящий нацист. Ненавидящий всех, кроме себя. Он всегда считает нас на уровне своих маленьких гениталий. Вот там вот, где-то мы должны быть. А он великорост. Он выше всех нас. Сейчас услышим дальше его речь. Друзья, здесь есть о чем поговорить. Тут дело даже не в его личности в целом. Он с Алматы. Его зовут Сергей. Взял я это. Он попался в чат-рулетке Святе Джавелине. Свято, приветствую вас. Большое спасибо. И сейчас мы посмотрим и послушаем, что он говорит дальше. Естественно, как у них бывает, да. Будет и извинения слезные. Как же без этого? Ассалам алейкум. Приветствую, леди и джентльмены. Вы на канале Азмас Шоу. С вами Сула. Прежде чем мы перейдем к этому видеоролику, прошу вас подписаться на наш новый Азмас Телеграм-канал. Вот здесь вот будет ссылочка. Туда мы выкидываем как минимум три новости ежедневно. Эти новости не входят в наши основные YouTube-каналы. Также, если хотите, посмотрите этот выпуск на карабском языке, у нас есть. Под видео в описании найдете ссылку на Азмас Казахша. Сможете найти ссылку на наш Телеграм Азмас. И в первом же закрепленном комментарии он будет с этой ссылочкой. Ну что ж, давайте смотрим. Поехали. Вы же живете в Казахстане? Да. А в каком городе? Алматы. Алматы. А, вы вроде говорили, не помню. Скажите мне, пожалуйста, а кто создал Казахстан? Советский Союз создал. Советский Союз создал Казахстан. Ленин, то есть, да? Нет, не Ленин. Не Ленин? Нет. А кто? Просто у казахов никогда не было своей земли. У казахов никогда не было своей земли? Не было. Так. Половина территории, блядь, Казахстана принадлежит России. Серьезно? Да, Северный Казахстан, блядь, особенно принадлежит Россию. Вы слышали, как Россия, то бишь Россия, да, заявляет, что хочет вернуть земли Казахстана, которые она им подарила? Да, я нас слышала. Слышали? Хотели бы, чтобы вот Казахстан присоединился к России? Ну, опять одной страной быть? Я вообще-то не против. Что? Я вообще-то не против. Не против. Угу. Понятно. Придет Российская Федерация с оружием в Казахстан, забирать, вот, например, север Казахстана и так далее. Что вы будете делать в этом случае? Я пойду за Россию. Будете за Россию. А почему? Потому что я русский, и у меня сестра и много родственников живут в России. Угу. Я вот такие голубые поставки с казахами, блядь, с маленькими. Можете громче, что казахи? Казахи с маленькими тем, блядь, не остался, блядь. Вы ненавидите казахов? Ну да, и они нас ненавидят. А каким образом они вас ненавидят? Ну, тут есть русофобия тоже. Вас ущемляют казахи? Ну да, даже по языку ущемляют. А скажите мне, пожалуйста, а вы как русский человек, который живет всю жизнь, я так понимаю, в Казахстане, да? Угу. Да, да. Вы выучили государственный язык Казахстана, казахский? Нет. Почему? Потому что я учился в русской школе. Угу. Угу. Ну. Да и у нас, подожди, у нас 90% казахов даже, блядь, свой язык ебаный не знают. Ага, даже так? Они просто ходят в уютку, блядь, типа знают, блядь, половина, блядь, на русском, половина на казахском, пиздец. Ага. У них нету ни истории, блядь, ни хуя, кто мне. Ничего нету своего. Понятно. Странно. Ясно. Ну, как-то немного вы меня в шоке. Ну, я просто девочка, я такая слабая девочка. Вот. Получается, вы бы пошли в 100% за Россию, потому что, ну, типа, нахрен этих казахов надо, да? Ну, да, я русский человек, я буду по-любому за Россию. Понятно. А почему вы не возьмете, например, там, вещи и не уедете жить в России, если вам так плохо жить в Казахстане с казахами? Моим такой сложный вопрос задала. Не, ну, нормальный вопрос. Если бы мне не нравилась какая бы там страна, я бы собрала бы вещи и уехала бы жить туда, где мне нравится. А почему вы не сделаете так? Потому что, ну, я сейчас, это, менталитет совсем другой в России. Что, что не слышу? Менталитет совсем другой. У вас? Между Казахстаном и Россией очень совсем другой менталитет. Если я даже приеду в Россию, меня будут называть чуркой, потому что у меня менталитет совсем другой. Так вы же русский, что вас буду так называть? Ну, я всю жизнь вырос в Казахстане, у меня менталитет совсем другой. Хоть я говорю по-русски, блядь. Они какие-нибудь, ну, я там не был, я так слышал, блядь, что они чуть-чуть забиты, они какие-то, я как-то более-менее общительные, они ебаные, блядь, они, ну, они, короче, кто с Казахстана приезжает, приезжает, они сразу выкупают, блядь. На ровном месте, бля, бля, и чурка, ну, представляется, я тебе говорю, слово чурка, блядь, они, у нас где-то их называют казаков, блядь, а мы там будем чурки, блядь. Угу, угу, понятно, ну, как-то просто мне странно, ну, ну, ладно, ну, это ваше, как бы, право, ваше мнение, ну, нормально. Главное, что вы, как истинный русский человек, пойдете воевать за Россию, это грамотно. Ну, да, если даже сейчас вот, сейчас вот у нас слушают ходят, что хотят, блядь, собирать людей, людей на войну, вот за вашу Украину, блядь. Угу. Я лично не буду, пускай меня посадят, я буду блядь, в эти тюрьмы, но я против своих не пойду, блядь. Ага, я понял. Пойти против своих. Я лучше, блядь, в дурьмы, блядь, в тюрьме, что ли, блядь. Ну, против своих я не пойду, не пойду. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое за диалог, было увлекательно, свяжемся с вами в WhatsApp'е. Вот так вот, да, вот так вот, прежде чем мы послушаем его извинения, он там извиняется, он там извиняется, сразу же хочу обратиться к тем гражданам Республики Казахстан, которые за русский мир, которые за Путина, которые хотя, которые за возвращение Советского Союза, вот всю вот эту вот билибердень, которые они хотят обратно, чтобы здесь, которые ждут здесь оккупантов, которые хотят научить казахов быть правильными, которые обвиняют нас при любом удобном случае в русофобии. Вот, да и вообще ко всем гражданам обращаюсь. Ребят, вы должны определиться, вы с кем? И вы кто? Вы туристы здесь? Либо вы гастарбайтеры, и мы позволяем вам здесь работать. Либо вы коллаборанты и сепаратисты. В таком случае с вами вопрос будет очень-очень простой. Мы вас по-любому всех выведем на чистую воду. Либо вы казахи. Вот прям так. Либо вы казахи. Вы просто определитесь, вы в нашей команде или нет. Казахи я имею в виду, ребят. Я вот, это вы людей делите на национальности. Я же говорю, если вы казахи, то все нормально. Не важно, кто твой папа, кто твоя мама, какой национальность. Если ты себя идентифицируешь казахом, если ты себя ощущаешь казахом, а это значит то, что ты за территориальную целостность нашей республики, за нашу независимость, если ты уважаешь наш государственный язык казахский, если ты за процветание этой республики, если ты уважаешь и ценишь культуру и историю Казахстана, значит ты казах. Значит ты в нашей команде, значит мы двигаемся дальше вместе, значит мы строим новый наш Казахстан, значит мы оберегаем его от всяких непонятных сепаратистов и коллаборантов в первую очередь. Определись, кто ты и в какой ты команде, ты в нашей команде или нет. Заметь, заметь, я еще раз подчеркну, не имеет никакого значения, какой ты национальности. Абсолютно. Если ты себя считаешь казахом, все нормально, ты с нами. Вперед, газуем, топим. Давайте теперь послушаем извинения этого недочеловека, на мой взгляд. Смотрим. Меня зовут Сергей. Недавно в чатурлетке я наговорил лишнего про Казахстан и казахстанский народ, о чем сильно сожалею. Я, родители и мои дети всю жизнь живем в Казахстане. У нас очень много друзей казахов, с которыми мы очень хорошо дружим и всегда поддерживаем друг друга в трудную минуту. Не знаю, что на меня нашло в тот день. Я очень сожалею о том, что я наговорил в нетрезвом состоянии. Я готов понести ответственность за свои слова. Но я очень сильно прошу прощения у всего казахского народа. Проските меня, пожалуйста. Я очень люблю и уважаю казахский народ. Извините еще раз. Ну, вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Он алматинец. Да, видно по нему, что, ну, умом, так скажем, его не наградили. Но это однозначно. Да, всю жизнь прожил в Казахстане. И не знать казахский язык здесь, в Казахстане, господи, ну, это надо постараться. Либо надо постараться, либо надо испытывать неприязнь, ненависть, ну, как он и говорит казахам. Понимаете? Ты всю жизнь здесь живешь. Как ты не можешь знать? То есть, возможно, он знает, он просто ему неприятно говорить о том, что он знает казахский язык. Вот так вот, друзья. Оставьте свое мнение по этому поводу в описании под этим видео. Давайте пообщаемся в комментариях, имею в виду, под этим видео. Что вы думаете об этом всем? Что вы думаете о команде нашей, Казахстана, казахов? Вы согласны со мной, что существует в Казахстане либо ты казах, либо коллаборант, сепаратист, гастарбайтер или турист? Кто такой казах, я уже объяснял. Согласны вы со мной или нет? Оставьте свое мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, Азмас Шоу. Всем пока. Салам алейкум. Арибедарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok